Самая худшая тренировка, которой не было Если бы не это, то я бы сделал какую-нибудь крутую технику с берембола вышел бы за спину Флайн берембола? Да-да-да, что-нибудь такое замутил бы, если бы не травма Но если бы не травма, я понимаю, ты бы против Буршеша за титул боролся Конечно, пять секунд вообще Вот так Такая вау Так же можно двумя руками работать с ногами Но здесь интересный момент в том, что для того, чтобы свалить соперника Мы раскрываем гард и мы сводим свои колени вместе и толкаем отсюда То есть вот фишка не просто спустить и толкнуть, а именно спустить, колени свести и толкнуть Вот это сейчас тоже на бедра воздействие создаётся Сейчас медленно просто на саму моторику Да, вот Вот именно туда И вот Не-не-не, не поднимать, а вот туда-назад Вот Отлично Как раз Вот это воздействие, вот Это сведение колен у нас как раз даёт хорошую мощь для того, чтобы свалить соперника Раз 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 Здесь тоже самое нужно сделать, если могут пытаться уходить до колена Ну, соответственно, когда мне расцепляют ноги, ну, вдруг, да, всё-таки соперник Начинаем думать от плохого, так сказать, у нас не получилось ни то, ни это, вот И, так сказать, план Б Да Одна из моих любимых связок, которую я ставлю практически всем своим и белым и синим поясам Она такая, я её давно использую Атака Когда расцепляют гард, я беру одноимённый захват, рука, вот мне вот одноимённо с той стороны и вот отсюда, да И накидываю голень, коленку на бицепс И туда, да, такой имитирую scissor sweep, да, имитирую scissor sweep, соответственно, и делаю воздействие Некоторые, ну, как бы, надо учитывать все детали, все нюансы Во-первых, мы не должны давать брать вот здесь вот пояс Но даже если соперник взял пояс или штаны, достаточно легко можно за счёт верхней ноги, да, отжать его Вот, сделать такое движение Отсюда у нас открывается несколько возможностей для проведения атаки Во-первых, это сами ножницы, да, scissor sweep Соответственно, если он поставит ногу, да, когда мы будем scissor делать Мы будем выдавливать работу с коленкой, да, по лоб, да, делать то же самое Отсюда, если он будет опускаться, мы будем переходить на удушку лупчоу Вот эту, нет, вот эту руку, нет, 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 нет Вот эту руку мы будем взводить вот сюда Под, вот Под локоть Вот сюда взводить Это если он оседает Ну и одна из моих любимых атак И которые много тоже и на чемпионате мира у АЕ Мои ученики там, кто стали чемпионами мира Последний раз газолаповые братья Они активно используют эту атаку Особенно Муса, младший из них Выпрямляя ногу, они затягивают в треугольник То есть они сначала отжимают И выпрямляется нога Вот эта нога выпрямляется И идет треугольник Вот эта атака Одна из, так сказать, коронок нашей команды Клуба Раскрывая секрет Да Вот она, да, достаточно Здесь, во-первых, контроль хороший Да, можно контролировать дистанцию Да, за счет верхнего не шил Вот И, соответственно Отсюда соперник просто влетает в треугольник Вот, соответственно, если он не хочет в этот треугольник влетать Да, то есть у нас был одноименный, да Насторонний захват И он не хочет идти туда Мы переходим на ножницы Да, то есть оттягиваюсь Не, на ножницы, обычно Да То есть я достаточно далеко и очень легко бывает сделать ножницы Еще разок Я оттягиваюсь Ножницы Если я, соответственно, опять же, расцепил, да, то же самое все Ну, ага, колено где? Нет Колено на бицепс Над рукой Над рукой, да Вот оно Движение дугообразное такое Бум Как я бы накидываю свою коленку Еще раз Еще раз Зано Мы выпрямляем И бум Бум Бум, да Вот, достаточно легкое движение Вот Соответственно, если я буду пытаться Таким Pressure pass Такой какой-нибудь сделать, да То есть Вперед давление будет Да Опять же, action-reaction, да То, о чем мы говорили Я там, допустим, хочу Придавить эту ногу Мы просто выпрямляем эту ногу И соперник сам Падает в ловушку Полностью выпрямляем Нет, полностью выпрямляем ногу Вот так Вот Да Просто полностью ее выпрямляем Да, я то есть Пытаюсь ее там Бум Да Задавить Соответственно Опять же, action-reaction Теперь я понимаю Что я могу попасть в треугольник И я не давлю Я начинаю оттягиваться Я понимаю, что есть опасность треугольника И мы ногой Выдавливаем У меня в зале Тоже есть Ну, ребята Такие возрастные Мастерсы Но Они борются Вот Кто-то борется Сейчас Мастер один борется Кто-то Мастер три уже Вот И Ребята борются И Ребятам нравится То есть Мне кажется Еще немаловажно Чтобы тренер направил Установка Установка Тренера Ну Нельзя требовать От мастера Третьего Там Я не знаю Второго Первого Ну, не важно Вообще От ученика Я всегда говорю ученикам Что вы должны в первую очередь Наслаждаться Ну Я просто по себе сужу Я наслаждаюсь Ю-джитсу Для меня это искусство Для меня это красивое искусство Опять же Поиск Мягкого пути Так сказать Во время борьбы Вот Постараться Менее энергозатратно Так сказать Либо засадмидить Либо доминировать Над соперником Вот И у меня есть Возрастные Студенты Ученики Вот Один из них тоже Вот Вадим Хазов его зовут Он для меня Он для меня тоже такой пример Своего рода То есть Человек семейный Человек там Работает Да У него там полно своих дел В жизни Но глядя на него Я и глядя на то Как он отдается Да Во время тренировок Во время соревнований Как он живет этим Вот Мне вот Ну я понимаю что да Это действительно Я тоже выбрал правильное Так сказать Хобби Можно так сказать Да Ну это и профессия Это и хобби Это вообще стиль жизни Здоровый Наверное да Такой путь Вот Который привносит Лично в мою жизнь Да Много красок Много эмоций Много впечатлений То есть Не сидя на диване дома Там Бутерброд С колбасой Кушать И смотреть телевизор Различные передачи Поле чудес Типа Вот А выходить Бороться Знакомиться с людьми Общаться Ездить на соревнования Путешествовать Ну на самом деле Куча Положительных моментов Вот Которые Дает джиу-джитсу И не важно в каком возрасте Тем более Если ты мастерс Тем более Если ты в возрасте Ну Мне кажется Это наоборот Будет привносить Какие-то краски В жизнь Какие-то эмоции Дополнительные Адреналин Вот То есть На самом деле Это круто И Ну хочется На самом деле Чтоб в России Мастерсы Не только тренировались Но и Мы видели их На ковре Да Потому что я думаю И молодое поколение Видя Возрастных Дядек Мужиков Своих Там Пап Дедушек Да Которые борются На ковре Они Я думаю Будут Так же Мотивироваться Чтобы Чтобы они В жизни Там Занимались Спортом И вообще Вели Здоровый образ жизни Так сказать Вот Где мастерс А где здоровье Ну Ну Опять же Да Восстановка Трениров Если Вы хотите Рубиться Постоянно Да То Я думаю Травмы Будут Я допустим Стараюсь Максимально Опять же Обезопасить Из своих Учеников И Ну Стараюсь Объяснять Что Не надо Там Терпеть Не надо Отдавать Руку И так далее Ну Постучал Сдался Ну Ну и что с того Сделал выводы Пришел в зал Отработал И в следующий раз Не допустил Ошибку Туже Вот То есть есть над чем Работать Есть над чем задуматься Есть что проанализировать Над чем поработать На тренировке Да Как вот мы с Евгением Юрьевичем Он выступает Мы смотрим схватку Смотрим схватку его соперников Сидим Обсуждаем Анализируем Подбираем какие-то вещи Подбираем какие-то техники Для меня это интересно Да Потому что я как тренер Уже достаточно давно И Евгений Юрьевич тоже Огромный опыт Имеет В тренерской Да Карьере То есть мы Много чемпионов Спортсменов И нам На самом деле Мне кажется Интересно Да Интересно Даже больше С интересом Относимся Вот А уже во втором плане Как бы цель Там Занять первое место Мы как-то разбираем Это все Мусолим Это обсуждаем Все Копаемся В техниках То есть нам это интересно Именно Ну да В дополнение к словам Дауда Вот Я себя тоже спрашиваю Зачем мне это нужно Но Если Глубоко копнуть Я сам для себя Все-таки больше не Спортсмен Компетитор Я больше тренер И вот Через Борьбу на соревнованиях Я Для себя Вытаскиваю Максимум знаний Вот Конечно же Во многом Благодаря Дауду Благодаря Реальному выходу На татаме Потому что Несмотря на то что там Мастерцы Некоторые Там мои соперники С которыми я боролся У меня было такое впечатление Как бы для них это Финал олимпиады То есть люди Реально Зарубаются так Что даже молодые Так делают Вот Но Здесь В подтверждение слов Дауда Если ты Аккуратен Осторожен И все-таки думаешь о Последствиях В своем здоровье Ты не будешь лишний раз Рисковать Будешь вести себя Аккуратно Понимая все-таки Основную цель и задачу Лично у меня их две Даже три Первое Конечно это знания Знания которые лучше всего Получив там От компетентного человека Подтвердить их На реальных соревнованиях Компетиторствая Второе Это Новые краски жизни То есть Помимо выброса адреналина Тестостерона И прочих там Мужских радостей Вот Момент Сгонки веса Ты начинаешь По-другому чувствовать Воду Начинаешь по-другому Чувствовать Еду По сути это тот же детокс То есть ты освобождаешь Свой организм От лишних шлаков Это правда Вот я сейчас К этому чемпионату Европы Гоняю 8 кг Ну чтобы было понятно То есть я еще 2 недели назад Весил 78 кг Моя задача Встать на весы Я буду в шортах В футболке Быть 70 кг Мне 45 лет будет В сентябре Это сложно Но это интересно Потому что ставишь цель Я понимаю Что это высочайшая Самая дисциплина Я должен каждый день Правильно питаться Чтобы у меня были силы Дозированно пить Жидкость Воду Либо там любой Свежевый жидкий сок Чай зеленый Вот И соответственно Кушать только Индейку Как вот я сейчас ее ем Я уже пользуюсь кукареку Индейки Но тем не менее Я это делаю Потому что понимаю Какие у меня цели и задачи Вот Ну и конечно же Это новые люди Новые страны Особенно в БЖЖ мне очень нравится Атмосферность Там ну реально Люди очень дружелюбные Очень открытые Просто из профессионального спорта Сколько я насмотрелся Когда люди там Готовы умирать за все За это дело То на БЖЖ все-таки Люди Получают от этого Действительно удовольствие От этого искусства От этого атмосферы И я честно говоря Очень так Приятно порадовался И с удовольствием Погружаясь в эту всю эту атмосферу Мне очень нравится Вот Поэтому Касательно опять Возвращаясь к мастерствам Мужчины и женщины Вот Еще раз 40 вам 50 Неважно Вы почувствуете новое качество жизни Потому что ваш организм Мобилизуется Вы будете правильно питаться Вы будете жить по режиму И вы почувствуете себя Реально Будных молодыми Я после 40 лет Я себя поощущаю Как будто мне 25 Я себя очень шикарно чувствую Во всех смыслах Мне нравится дышать Этим воздухом И чувствовать вот этот адреналин И вот это вот Кимоной ты выходишь Не просто ты как тренер Там Кому-то там Тяни толкай Давай-давай 5 секунд Андерхук И прочей радости Вот А когда ты сам это можешь сделать И Собственный пример тоже На самом деле Вот мои ученики Дети Я основным детьми занимаюсь И тренирую их Мне больше нравится Детско-денужеский спорт Они глядя на меня Тоже вдохновляются И я вижу Что им это нравится И они На моем собственном примере Хорошо очень на это реагируют Вот Поэтому Представляете сколько радости От этого товарища Мастерса Присоединяйтесь Все на ковер Да-да-да-да Все обороты Да И вообще можно делать Совместные дни борьбы Тусовки Не закрываться в каких-то своих Там одних клубах Там вот только Вот только так И все Это ведь шоры Не надо Вот Я совершенно легко учусь у человека Который там 14 лет меня младше И Он наоборот Тоже у меня получится Я могу У ребенка научиться чему-то Это нормально Это жизнь И Тут самое главное Знаете как Не просто все объединяйтесь Или разъединяйтесь Или там Конечно каждый в своей Должен быть там Системе В своем клубе Это нормальная Приверженность своему флагу Но В данном случае Я считаю Надо быть более открытыми Более такими Спокойными На любые движения Друг к другу Дружелюбными И обмен техниками И просто борьба И если надо там И сильно побороться Там И мощные Или пять-шесть схваточек Подряд там Если надо на лайте Одну Или просто посидеть Чай попить Мне кажется надо вот Какой-то сделать клуб Для тех кому За сорок И которые будут Обмениваться своим опытом Будут совместно искать Там те же туры Там всегда легче Купить тур совместный Какой-то И поехать побороться Куда угодно Даже в Бразилию Вот у меня кстати мечта Этим летом Поехать на чемпионат мира В Америку По мастерцам Которые в августе будут Сейчас Отборюсь Даст Бог У меня есть американская виза И поэтому я Попробую свои силы И опять-таки Посмотреть интересную страну Для себя И побороться с лучшими Мастерами Бразильского джиу-джицу Шикарно Выиграю или я проиграю Это ковер покажет Можно выиграть Можно проиграть Но я в любом случае выиграю Потому что я там буду Я там буду участвовать Всегда проигрывает Тот человек который не делает Это сто процентов Как это знаете Это старая такая Истина Что самая худшая тренировка Да? Которой не было И так же все остальное Вот тут Постулат Сейчас Дауд очень огорчился Когда прозвучали слова О клубе для тех Кому за сорок И Дауд такой Блин, еще Там сколько Не попадал А мы не призываем его Председателем этого клуба Потому что Должен же быть один человек Которому Еще нет сорока И он должен руководить Этими людьми А то как же мы Между собой договоримся А так у нас аргумент Он по возрастному Цензу к нам не подходит Но он Черный пояс По бразильскому джурджинсу Доброжелательный Милый человек Поэтому вполне Мы его сделаем Председателем этого клуба И он там тоже будет На правах Председательства Он может еще Возглавить Молодежное движение В этом клубе Буду Тех, кому за сорок Да Потому что все равно Рано или поздно Всем будет сорок Вот это сто процентов И мы все встретимся Рано или поздно И мы все равно В этом клубе встретимся Да, да, мы вас ждем Да, да, вот Встретимся В финале Мастерс пять Через несколько лет Да По black belt Или там Может уже по красным В Америку Ну я думаю То есть Хочешь дебютировать По мастерс Да Может быть Почему нет То есть ты сейчас Настолько убедительно говорил Что даже себя убедил Да, да Да, да